У нас есть правило, которое говорит Любую митцу, которую мы исполняем, сначала мы говорим благословение, а потом исполняем эту митцу. Поэтому, сначала человек должен продвинуть через свою руку, положить на свой бицепс, и до того, как затянул, сказать благословение. Но, если он сказал благословение, еще не продев руку, или продевая, до того, как надо, то когда он уже положил цвилин и затягивает этот ремешок, он благословение снова не повторяет. То, что он сказал, он с этим благословением вышел. Если человек забыл благословить, положил цвилин, затянул уже этот ремешок, И потом вспомнил, что не благословил Все равно должен благословить Леоньях Тефилин Даже если человек Уже затянул ремешок на своей руке На своем бицепсе И закончил завязывать Тефилин по всей своей руке То есть от руки Он уже полностью закончил Тефилин И перед тем, как положить Тефилин на голову Он вспомнил, что благословение не сказал Снова говорит благословение Леоньях Тефилин То же самое благословение Пока он на руке Которое благословение на руку мы говорим То же самое говорит благословение Да, просто одежда Не надо снимать Просто говорит Леоньях Тефилин Потом одевает Тефилин на голову И даже говорит Аллаха Если он уже положил Тефилин на голову И потом вспомнил, что он не сказал Или начал читать Шахарид И потом вспомнил Все то время, пока Тефилин на нем Он имеет право сказать благословение Поэтому просто должен Ничего не открывать Просто должен пошевелить свой Тефилин Или приподнять его Или можно палец засунуть Кто бы сказал Все этим он исполнил Все то время, пока Тефилин на нем Митсва продолжается Поэтому он имеет право сказать это благословение Одно Дальше мы говорим так Здесь так не написано Пока Тефилин на нем Может говорить благословение Следующий Аллаха говорит Человек должен быть внимательным Что Тефилин от головы Одеть сразу после Тефилина от руки Поэтому не имеет права Прерваться даже молчанием И тем более каким-то действием Как например Поцеловать Тефилин от головы Не имеет права Пришел бедный Хочет дать ему цедаку Он еще положил Тефилин на руку Но на голову нет Не имеет права Хочет опустить свой рукав Не имеет права Даже снять часы с руки Не имеет права Пока не положил Тефилин на свою голову Но Если все таки он сделал одно из этих действий Дал цедаку Или опустил свой рукав И так далее Благословение он снова говорить не должен И поэтому Тефилин на голову одевает Без благословения И так же говорит Аллаха Что желательно Даже не подмигивать Или не намекать Не показывать своему другу пальцем Перед тем как он положил Тефилин на голову После того как завязал Тефилин на руку Как бы там ни было Но если это ради митвы Не понял Я Тефилин на руку завязал Не имею права сказать И подожди Иди сюда Подожди Показать Я ничего не говорю Или подмигнуть Или намекнуть Не имею права В одном случае это исключение Если я вижу что бедные здесь Или кто-то собирает цедаку И они собирают цедаку И пока я положу Тефилин на голову Они уйдут Я могу ему сказать Подожди Не сказать А намекнуть Показать ему Подожди Я завязываю Тефилин на руку Он проходит И говорю Он может обойти Закончить свой обход И потом подойти к мне снова Что после того как я положу Тефилин на голову Я ему отдам цедаку Это разрешается Потому что это называется Ле Цорех Митсва Для митсвы Это разрешается Это единственный случай Когда это разрешается Здесь в Аллахе Руха Данай Ле Ола Амин Руха Данай Ле Ола